Всем привет! Сегодня у нас на распаковочке вот такой вот зверь. Empire Model, EM, EM Racing по по-моему. И модель вроде как называется Tirant, некий. Но на сайте я не нашел название модели, а вот на коробке написано. Открываем. Супер монстра. И сейчас вы удивитесь немного. Нет, пока не удивитесь. Мы получаем в комплекте аппаратуру. Мы получаем хорошо прикрепленную модель, которую надо еще оттуда вытащить суметь. Это good, блин. Слушайте. Готово. Так, в комплекте мы получаем, естественно, это RTR комплект, и в комплекте мы получаем аппаратуру управления. Бюджетную аппаратуру управления. Сейчас секундочку поймем, где настройки находятся. А, вот так вот. Значит, реверс руля, реверс газа, триммер. Нет. Значит, двойные расходики, как я понял, есть руля. И все. Ну и триммеры, естественно. А, да, двойные расходики есть руля. Но и вроде есть двойные расходы газа, получается, вперед и назад. Надо посмотреть. Но это хорошо. Аппаратура полностью бюджетная. Колесико мягкое, удобное и питается или не питается четырьмя пальчиковыми батарейками или аккумуляторами. Ладно, давайте оставим здесь. Очень тяжело закрывается. Так, в комплекте с аппаратурой мы получаем инструкцию. Мерит РС МТ-303 называется у нас аппаратура. В комплекте мы также получаем наклейки. Как видим, тачка не обклеена и она находится на данный момент в защитной пленке. И все. Стоп, 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 стоп. Да ладно. Нам не предлагают никакую инструкцию к автомобилю. Да, только к аппаратуре инструкция. К автомобилю инструкции, к сожалению, нет. То есть, нет инструкции к регулятору. Нет инструкции, нет никакой схемы по разбору автомобиля. То есть, это все, друзья мои, опытным путем. Да. Ну, я, в принципе, никогда не смотрю эти инструкции, как разбирать. Все машинально. Ну, Александрчик, не то, что у джампшута, конечно. Джампшот, в смысле. Джампшута, я реально сказал джампшута, представляете. Джампшот. Здесь потолще, но в любом случае качество узнаем. Ну, вот это зверь, вот это зверь. Так, вот здесь у нас находится, скорее всего, приемничек спереди. Регулятор скорости на 100 ампер влагозащитный в стоке. И приемник у нас не влагозащитный. Бокс якобы влагозащитный, но есть отверстие, где входят провода, поэтому туда будет попадать всякая вода и прочее. Вода, снег и все, полетит грязь. То есть, не думайте, что 100% влагозащита здесь есть. Моторчик 2200 оборотов на вольт. Он у нас влаги не боится и прочего. И сервопривод у нас расположен непонятно где. Наверное, в этом же боксе. Давайте откроем. Трынь. Да. Здесь, как интересно. Кто-то уже пытался клеить приемник, видимо, вперед. Но решил там отклеить и двусторонний скотч не снять. Здесь у нас расположено и серво, и приемник. Да, влагозащиты я не вижу на нем, то есть, ничего не написано. Про серво тоже ничего не знаю, ничего не сказано ни в одном описании. Непонятно, сколько на килограмм влагозащиты есть или нет, тоже непонятно. Как вы поняли по вот этим двум проводам, что автомобиль у нас питается от 4С. То есть, 2С ставится сюда, 2С ставится с этой стороны. То есть, развесовочка есть. То есть, немного неудобный разъемчик, ой, отсек под аккумулятор. Как видите, он не открывается полностью на 90 градусов. То есть, получается угол, некий угол, под которым мы должны вставить туда аккумулятор и завести до конца. То есть, нельзя тупо воткнуть его сверху. Вот это какой-то косячок. Ну, реально, почему так сделали? То есть, вот эти вот пипки, которые расположены сверху для крепления клипсами, мешаются. Я не нашел клипс под них. Ох, что ж вы мне не положили клипс-то, получается. Нет инструкции, нет клипс для боксов под аккумуляторы. И, наверное, все. И стоит автомобиль 550 долларов. Друзья мои, восьмой масштаб. Монстр. Клон Саважа. Как видите, рама якобы, да, та же самая TVP. Реально, протектор, как у Саважа. Саважа у меня, к сожалению, пока не было. Поэтому сравнить не могу с Саважем и всех тонкостей там Саважа. Я сейчас не могу сказать, как он выглядит у нас внутри. Но реально полный клон. Значит, аккумуляторы... Ой, аккумуляторы. Амортизаторы полностью пластиковые. Как крышки, так и корпуса. Преднатяг пружин регулируется резьбой на корпусе. Имеем два бампера. Довольно-таки жестких. Но, я думаю, они нас будут спасать. И такой монстр, чтобы он просел, нужно еще хорошенько прыгнуть, я думаю. Такой жестковатый. Но, в общем-то, зверь для Баша, можно сказать. И все. Да. То есть, металл есть. Но металл... У нас здесь только идут две пластины. И пластина снизу, которая их соединяет. Больше металла нет. Бабочки все пластиковые. Но, с одной стороны, это не страшно. То есть, если это будет хороший пластик, то он не сломается. Если это будет плохой пластик, то он сломается. И тогда придется закупаться данными запчастями. Нет, он еще чуть-чуть металла еще обнаружил. Есть. Ну, в общем-то, друзья мои, я предлагаю немного погонять на нем. Давайте. Я перепаяю сейчас разъемчики. И чуть-чуть его протестим. Посмотрим, как он ездит. Сейчас вот докручу вот этот вот. Я не буду герметить ничего. А! Кстати, да. В принципе, почему я не буду герметить? То есть, если вот этот бокс не открывать, то вот здесь вот загерметить. Надо посмотреть, как серва у нас выходит там снизу. Нет, тоже открыто. Там тоже герметить тогда. Непонятно. Качалка, кстати, алюминиевая. Прикольно. Прикольно. Молодцы. Ну, нет. Все равно. Все равно. Это надо полностью герметить. В общем-то, 100% герметизации нет. Вот. Можно регулирую Хобби Винг только довериться. Который поддерживает максимум 4С. И, собственно, все. Друзья мои, погнали. Протестим его. Посмотрим, как гоняет. И потом уже полноценно мы на нем погоняем весной. Пока у нас зима. Поэтому, я думаю, зацеп вот на такой вот резине, думаю, будет не очень. И надо его оплеить наклейками. Потому что здесь сначала снять защитную пленку. И всего наклейка. Погнали. Так, друзья мои, я немного ступил. Вот здесь клипсы не требуются. Тут просто вот так фиксируется и все. Понимаете? И якобы не должно никуда выпасть. Значит, смотрите. Я померил. Использовать буду вот такой вот аккумчик. Даже два. 4000 мАч 4С. То есть, 4С с этой стороны. 4С с этой стороны. Цепляем их параллельно. Тем самым мы плюсуем емкость. Понимаете? Не вольтаж. То есть, он так останется 4С, но будет 8000 мАч. То есть, обкатаемся. Вот. И, в принципе, неплохо вот для этого аккума подходит такой бокс. Вот, видите? Вставили. Еще куча места остается. Вот здесь мы сейчас вот так выведем провода. Вот так оп. Вот так оп. И фиксируем. Все. Ну, и здесь я сейчас соединю. Прикольно. То есть, и 2000-ники у меня тоже вошли туда, но с трудом. Значит, вот эти вот. Ой, 6000-ники. 2С. Но, видите, здесь провода выходят в сторону, в бок. И это очень плохо. То есть, приходилось их вот так вот подгибать сюда. То есть, если хотите вот здесь гонять, то ищите, чтобы у вас провода выходили куда-то вот в сторону. То есть, ну, в смысле, прямой, а не в бок вот так вот. Так что вот. Все, давайте. Сейчас поставим и будем гонять. Трек расчищен, к счастью. Так, вот у меня триммер тут. Тримировать. Ага. Ну, давайте попробуем, чуть газанем. Ху-ху. Ой. Лед. И поворачиваемость-то у парня. Радиус поворота-то большой. Резину носит на льду. Плохой зацеп у резины, реально, как я и думал. То есть, хотите большего отрыва, меняйте резину. Гайки там на месте. Слипер сцепления ослаблен. Я его не затягивал. То есть, старт довольно-таки плавный у него. Ну, а как видите, тут один лед сплошной. Ему очень сложно по льду гонять. Но давненько у меня не было монстров. Неуправляемых. Вау. Валит, валит, валит. Смотрите. Плюс монстров, в отличие от всяких трак и бак, он высокий. Поэтому по сугробам, по большим может ехать. Там, где трага, уже сядет на пузо. Блин, ну ледяной трек, конечно, не для него абсолютно. Давай, давай, давай. Не получилось. Слишком, слишком много льда. Класс. Класс. Пойдем туда. Перелетели. Давай, 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 давай. Давай. Ну, в воздухе он управляется полностью и валит по сугробам. Тоже неплохо. Не было бы льда, было бы получше зацепик. Если затянуть еще слипер сцепления, то будет еще и резкий старт. Давай, 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 давай. Видите, как по сугробам валит? Давай, давай, давай. Все, скорости мало и зарылся. Вновь. Давай, давай, давай. Ну, давай. Давай, давай. С pegarон. В旗. Ах ты! Давай, 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 давай! Вот, там зацеп неплохой, там нет такого льда, и резина уже лучше цепляется. Ну, это я хотел сделать флип, не хватило скорости и высоты, но зато мы сейчас проверим в горку, не то что джамп шута да джамп шота смысле блин опять застал джамп шут в общем-то я слабоват трамплин для флипов поэтому не будем флиповать больше вот тот камешек мне все портит отлично ну ладно так я вам покажу что такое расслабленный слипер сцепления это когда мы нажимаем на газ и получаем вот это поняли да нету сразу резкого старта то есть он потихонечку раскручивается раскручивается и потом уже происходит полный зацеп тем самым мы вероятность скажем так повреждения каких-то узлов деталей вот он саваш он блин квадратный не переворачивается гад тем самым повреждения всяких карданов шестерней всяких дифференциалах как бы шанс повреждения уменьшается потому что не происходит очень быстрого зацепа ой чуть не улетел туда что мы имеем ну во первых мы имеем можно монстр восьмого масштаба на нем нужно башить да то есть не трековая тачка конечно весело гонять но нужно конечно башить на нем то есть он создан для этого полный квадрат прочность сейчас не знаю но пока ничего не сломалось то есть прочность узнаем весной-летом когда будет плюсовая температура и можно объективно оценить уже вот сейчас как бы не объективно значит минусов сразу вижу это вот то что у нас открытые боксы под аккумуляторы то есть во первых полетит вся грязь аккумуляторы у вас будут грязные во вторых зимой им холодно то есть они мерзнут вот можно конечно вот чехол если сделать сюда хороший то можно уже с чехлом гонять и с чехлом и не буду таком и мерзнуть вот как бы но они закрыты будут грязные на самом деле то есть но это еще конструкция такая же саважа то есть это же я считаю это его клон никак иначе вот так здесь что мы видим я не герметил никакой вот этот бокс ничего то есть тем сейчас на снег главное потом открыть и выдать весь снег оттуда чтобы он там не растаял то есть регулина с без разницы ему и мотору тоже без разницы да серого там тоже где-то находится тоже конечно же я ничего не герметил ее посмотрим что здесь не затворится у нас сервопривод он весь в снегу будет и вот туда попадает снег там у нас приемник открытый стоит то есть я гонял на свой страх и риск конечно так не делайте но снег у нас сейчас не тает еще поэтому я погонял так ой бокс сюда боксы под аккумуляторы не открылись то есть я думал они будут открываться но нет даже при всяких переворотах они не открылись ну в общем-то резина не очень для зимы протектор ни о чем я наверное здесь все-таки попробую потом поменять резину другую поставить посмотрю и либо я что-то найду от своих каких-нибудь монстров которых у меня нету либо закажу какой-то комплект чтобы так был всегда на что-нибудь поставить и оценить качество стоковой резины и не стоковой да погонять но не для зимы то есть лед вообще не любит абсолютно то есть полностью скользит и очень плохой зацеп начинает заносить поэтому для зимы я поменял летом не знаю посмотрим как она себя покажет но в целом монстр конечно но не дешево блин пятьсот пятьдесят баксов конечно но удовольствие есть да это монстр неуправляемый скажем так поэтому веселье вы от него точно получите качество пока не знаю друзья мои время покажет пока вот пока все работает ничего не сломалось то есть не аморта ничего не сломалось вот даже кулер работает на нашем регуляторе завелся что-то охлаждает и так холодный холодина на улице все друзья мы всем спасибо ждем значит следующие выпуски про эту тачку посмотрим как она себя покажет в деле но это будет немного попозже когда у нас сойдет снег это уже полноценно можно не погонять побашить и посмотреть как она будет ломаться всем пока